МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крупное историко-культурное событие ждет Орел в этом году. Областной столице исполняется 450 лет. Юбилей – это не только праздник, это прежде всего возможность преобразить наш город. Сегодня предлагаю оценить нынешнее положение дел на юбилейных стройках. Это первое правительство, я, Наталья Пехтерева. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомним, подготовка к юбилею города идет по нескольким основным направлениям. Усиление сферы культуры, работы по строительству и реконструкции объектов спорта и образования, а также развитие дорожной и транспортной инфраструктуры. В этом году продолжатся работы по строительству и реконструкции 11 объектов. Под ним заказчиком выступает управление капитального строительства Орла, а по другим – Орел госзаказчик. В списке объектов – детсады и школы в микрорайоне Ботаника, станция без железвений и набережные два театра, музей писателей Орловцев, спортивные и медицинские объекты. Ситуация везде разная. В основной массе, конечно, объекты идут без отставания, но не надо там лукавить. И мы знаем ситуацию, что по параклинике, что по перинатальному центру, безусловно, там идет определенный срыв сроков. И, конечно, это консолидированная работа всех и ветвей власти, и того, что подрядчики, в общем-то, появились новые. Мы нашли выход из ситуации. То есть Вадим Вадимович за каждым, в общем-то, объектом следит в отдельности, и рабочие группы у себя проводят по каждому объекту. Значит, по театрам тоже было отставание, нашли финансирование на эти объекты, да, проследили всю цепочку. К сожалению, исторически так сложилось, что проектно-сметная документация, которая была в том числе и по театрам, она очень низкого качества. В оставшееся до юбилея время максимальное внимание будет уделено строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог. Необходимо завершить раздольную и привести в порядок Центр Орла, говорят в правительстве региона. По проведенным конкурсным процедурам определен подрядчик по строительству улицы Горького. Значит, в рамках конкурсных процедур подрядчик уже приступил. Проведены определенные наборы работ, и срок сдачи у него объекта – это июнь этого года. Значит, заказана уже большая часть материалов. Сейчас с конца марта месяца основная группа дорогостоящих материалов начнет приходить на объект. Это в первую очередь речь идет о граните. Мы в этом году, учитывая, что у нас 450-летие города Орла, будем вкладывать самое большое количество денег за всю историю города в дорожный ремонт. При этом я очень прошу, чтобы весовые контроль на самом деле начинали работать. Мы сейчас дороги отремонтируем. Порядка, не секрет, около 700 миллионов мы сегодня с Вадимом Александровичем подсчитывали, это 700 миллионов в этом году, не дополнительно, а в целом 700 миллионов только вложим в дороги города Орла. По поручению Вадима Потомского члены правительства еженедельно объезжают объекты 450-летия. Глава региона потребовал ужесточить контроль за работой подрядчиков и обеспечить выполнение пусконаладочных работ в максимально короткий срок. В списке проблемных объектов два театра – академическое и свободное пространство. Сроки сдачи объектов прошли. Для контроля ситуации предприняты дополнительные меры. Касательно ТЮЗа, могу сказать, единственное, что в защиту подрядчика – это то, что сметы, и проект сам был подготовлен крайне некачественно. И, конечно, он и сам по себе с минимальной рентабельностью был. А курс евро их, в общем-то, выбил из колеи. И уже они сейчас только привлекли дополнительные средства. На той неделе дополнительно 8 миллионов рублей. И все оплатили полностью, 100% оборудования. Поэтому сейчас уже дело техники. С сегодняшнего дня работает 70 человек. Руководитель профильного департамента Константин Павлов говорит, проблемы на объектах начались не сегодня и даже не вчера. И дело тут не только в подрядчиках. Хотя их вина не так уж и мала. Когда строительство растягивается на 5 лет, то гарантии завершения, как правило, отсутствуют. Объекты, в принципе, не сложные с точки зрения исполнения реконструкции. Если бы это было спланировано на 2 года, и были отфиксированы те деньги, которые необходимы, в самом деле, для исполнения этого проекта в натуре, то проблем бы таких не было. Растянули проект на 4 с лишним года. Все стоимости, все стоимостные параметры за это время изменились, честным образом, в силу экономической ситуации. Это первая проблема. Вторая проблема. Крайне слабый подрядчик, который не имеет собственных оборотных средств. Крайне слабый менеджмент и привлечение субподрядных организаций малоквалифицированных. В итоге мы сейчас с заместителем представителя правительства Ремигой Ассан Санычем занимаемся ручным управлением, как два прораба на этом объекте. Вы видели ситуацию, что сказал губернатор Вадим Владимирович. Вы видите, как развиваются события. Проводим каждый день совещание с подрядчиками. Согласитесь, в идеале недобросовестные подрядчики не должны получать новые госконтракты, если и срывают сроки строительства. Но вернемся к ситуации на юбилейных стройках. Из списка неблагополучных вышли два медицинских. Это параклинический корпус с консультативной поликлиникой и Центр планирования семьи, теперь уже единого учреждения научно-клинического многопрофильного центра медпомощи матерям и детям. Вот как в конце минувшего года во время поездки на объект ситуацию прокомментировал губернатор Вадим Потомский. Вот надо дать должное Медведеву, руководителю областной больницы, молодец. Он пришел и начал очень вовремя звонить в колокола, что вот по поводу этого корпуса медицинского, детского. Потому что строим же межрегиональный центр медицинский. И прогнозируется и планируется, что здесь будут много детей из других регионов. А то, что мы здесь строим, что-то подобное есть, наверное, в Москве. Вот если так объективно, в Москве не у всех сегодня есть такие возможности, потому что с деньгами здесь очень насыщенная аппаратура будет. Так вот он пришел и говорит, слушайте, Валерий Иванович, у нас беда. Мало того, что это у нас обед, 450-летие, мы недостроили. Разбазали на все. Бегом-бегом-бегом закрутили гайки и куча совещаний. Прямо вот с требованием там, я там жестко это требовал. Поменяли подрядчика, поменяли подрядчика. Точнее поменяли не подрядчика, а руководство подрядной организации. Решения какого-то конкретного не было. И программа празднования юбилея, которая была подписана Владимиром Владимировичем Путиным, дала возможность нам получить вот такой замечательный подарок. Он необычный, это не типовой корпус. Это корпус, который, как бы сказать, все наши нужды и чаяния в себе вобрал. То есть это и консультативная поликлиника, даже не поликлиника уже, а консультативный диагностический центр. В чем отличие принципиальное? Во-первых, набор специалистов, которые выходят за пределы, скажем, обычной городской поликлиники, да, или консультативной поликлиники, появляются какие-то эксклюзивные специалисты. Это очень редкий, ну, скажем, у нас будет прием специалистов фониатора. Это появляется мощнейшая лабораторная служба, которая объединит в себе все наши лаборатории. Появятся новые лаборатории, которых у нас не было. И, кроме этого, здесь появится элемент централизации. То есть мы будем готовы выполнять какие-то исследования для других лечебных учреждений. Какие, скажем, эксклюзивные, да, технологии, нерутинные. Вот. Плюс здесь появятся два лечебных отделения. Одно из которых, основное, это отделение онкологии и гематологии. Оно переедет уже в новый корпус, расширится. И здесь этот корпус спроектирован с учетом того, что мы планируем такую технологию, как трансплантология, да, трансплантация костного мозга в частности. Не было абсолютного понимания между заказчиком и администрацией здравоохранительного учреждения. Вот. Сейчас, с счастью, благодаря губернатору, опять-таки же, всеобщий язык совместно найден. И благодаря этому наши темпы работы, в принципе, взросли в несколько раз. 321-я ВСУ в минувшем году приступила к реконструкции центрального стадиона в качестве субподрядчика. Напомним, работы по обновлению спортивного сооружения начались еще в 2011 году. Завершающий этап оказался самым проблемным. Неоднократная смена подрядчиков, срывы сроков, просчеты в проекте и так далее. Подрядчик в лице МОЗ обустроя не выполнил свои обязательства. В настоящее время мы обратились с претензионными письмами к самому подрядчику, к банку, который выдал соответствующую банковскую гарантию. Поручился за своевременность выполнения работ компании МОЗ обустрой. В общей сумме иск составляет порядка 36 миллионов рублей. Вот мы сейчас ведем работу, чтобы взыскать 36 миллионов рублей с этой компанией и одновременно заставить ее выполнить работу в кратчайшие сроки. Работы там зимой не останавливались. Мы делали все, что могли, включая изменения в проектную документацию. Плюс к тому, можно сказать так, что у компании появился хороший помощник, хороший подрядчик. Я думаю, что к апрелю месяца мы завершим основные конструктивные работы. Губернатор ставит в принципе довольно-таки посильные и выполнимые задачи, четкие. Никаких споров по этому поводу не возникает у нас, потому что задача ясная, четкая, выполнимая. Мы с этого объекта в принципе планируем уйти где-то в начале мая, наверное. В правительстве области говорят, строители, занятые на юбилейных объектах, должны не забывать, что качество их работ оценивают не только власти, но и орловчане. Далее обзор событий. Наша рубрика интервью на вопросы ответит руководитель департамента образования Татьяна Шевцова. Вадим Потомский вручил награды молодым талантам. Более 40 победителей всероссийских и региональных конкурсов были отмечены почетными грамотами губернатора Орловской области, а также дипломами и денежными премиями. Я вам хочу сказать огромное спасибо за то, что вы сегодня делаете, то, что вы самосовершенствуетесь, вы правильно себя ведете, вы даете пример и своим сверстникам. А главное для нас, для старшего поколения, мы понимаем, что вас воспитываем правильно. Губернатор дал ряд поручений по итогам координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области. Глава региона сделал акцент на вопросе строительства юбилейных объектов. Департаменту правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области было поручено проверить законность и целевой характер расходования бюджетных средств на объектах 450-летия. Я вчера посещал в очередной раз многофункциональный медицинский центр. Вопросов там более чем достаточно. Я знаю, что материалы у правоохранителей есть. Этим центром надо будет заниматься более досконально, потому что то, что я вижу, и вчера принял решение демонтировать все то, что было построено до этого по отделке, потому что то, что было сделано, медицинским центром это будет назвать нельзя. Принятие в эксплуатацию после таких отделочных работ, которые были произведены, просто запрещено всеми санитарными нормами и правилами. Ровно два года прошло с того момента, как Вадим Потомский возглавил регион. Указ президента России Владимира Путина о назначении временно исполняющим обязательств губернатор Орловской области подписан 26 февраля. 27 февраля 2014 года Вадим Потомский был представлен депутатом и представителем общественности. Пожелания и итоги этого периода далее в нашем опросе. Поддержки граждан и сил, и терпения, и мудрых решений. Чтобы все было у нас хорошо в Орловской области, так что все долго, чтобы проработал он у нас. Город преобразился и в обслуживание, и вообще много, очень много, очень полезного много сделано. Несмотря на имеющиеся сегодня трудности объективные в стране, значит удержать ситуацию от обвала, чтобы социальная сфера здравоохранения, образования работали все службы. Мы запустили несколько кластеров, и это уже видно, ощущаем, тем более, что достаточно активную работу принимает непосредственно губернатор в продвижении этих кластеров на федеральном уровне и даже на международном уровне. Поэтому в этой части мы видим большую перспективу, готовы поддерживать и дальше в этих начинаниях. Желать ему удачи и процветания Орловскому региону. Орловский государственный университет имени Тургенева вошел в первую тройку опорных вузов, которые получат федеральные субсидии в размере 150 миллионов рублей в 2016 году. Об этом и не только нам рассказала руководитель департамента образования Татьяна Шевцова. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна. Здравствуйте. Предлагаю начать нашу встречу с обсуждения события регионального и федерального масштаба. Статус опорного присвоен Орловскому государственному университету. Какие цели, прежде всего, какие задачи стоят перед вузом? Во-первых, мне очень приятно, что мы вошли в 11 опорных вузов Российской Федерации. В нашем регионе назрела такая необходимость, потому что мы регион аграрный, регион, который хочет поднять промышленность. Поэтому задача опорного вуза на сегодняшний день, так как ставит президент Российской Федерации и Министерство образования, это подготовка высококвалифицированных кадров непосредственно в регионе. Что даст нам этот опорный вуз? Во-первых, объединение интеллектуальное, скажем, собственности каждого человека. Это профессорско-преподавательский состав. У нас значительные наработки есть в каждом из вузов и в Приокском государственном, и в нашем вузе, в университете Орловском государственном. Поэтому объединение потенциала преподавательского позволит нам более серьезную подготовку давать каждому студенту, который будет поступать в опорный вуз. Далее, то, что направлено на улучшение материально-технической базы, а именно в течение трех лет опорному вузу, как и любому в нашей стране, будут предоставляться значительные материальные ресурсы. Вот в этом году мы планируем получить 150 миллионов рублей, и по результатам отработки вот этих первых транши уже будет решаться вопрос о последующем поступлении. То есть в течение трех лет вуз будет получать денежные вливания для того, чтобы улучшить материально-техническое состояние. А это лаборатории, где будут именно заниматься студенты, аспиранты, преподаватели научной деятельностью, разработкой новых научных каких-то, допустим, направлений для того, чтобы более серьезную дать подготовку любому студенту, выбравшему какую-то или иную специальность. О чем стоит сейчас волноваться студентам и преподавателям? Студентам, наверное, ни о чем волноваться не стоит, потому что они автоматически, те, кто уже учатся, они ничего не изменив получат дипломы и закончат благополучно вуз. Те, кто поступит, я надеюсь, у них будет возможность обучаться у более высококвалифицированных преподавателей, имея, в общем-то, основу это материально-технические возможности, где можно заняться и робототехникой, и нанотехнологиями, и прочими всякими различными специальностями, где действительно можно отработать все наработки, которые применяются вот в научном мире и касаются непосредственно той специальности, которую выбрал студент. Ну, преподавателям, я думаю, стоит поволноваться, потому что приоритет будет отдан более высококвалифицированному преподавателю. Мы очень хотим, чтобы каждый вуз в своем направлении имел вот ту основу преподавательского профессорского состава, который действительно бы дал такие знания, чтобы студент не хотел уехать в Москву-Петербург, а четко понимал, что высшее образование, качественное, достойное, востребованное в Российской Федерации, он получит у нас в регионе. Сократится ли количество кафедр и факультетов? Нет, количество кафедр не сократится, потому что есть одно условие, что не менее 20 групп профессий должно быть. У нас их на сегодняшний день мы планируем создать 35, поэтому здесь мы показатели выполняем. Специальности будут различные, но, конечно, обязательно нужно учитывать постребности региона. Но это обязательно то, что востребуется у нас. Ну, уж коль мы говорим о промышленности, значит, это промышленность, учителя в обязательном порядке. Это медработники, это врачи высококвалифицированные. Я думаю, что никому не помешает. Мы знаем, что у нас в медицине есть определенная проблема с кадрами, и когда мы любому студенту предоставим условия лучше обучения, чем, допустим, в Курском медицинском институте, то это будет более привлекать. Как вы считаете, конкуренция между вузами, она будет велика между опорными вузами России? Ну, я думаю, да. Всегда есть конкуренция. Вы знаете, конкуренция – это двигатель прогресса. Если я знаю, что рядом со мной есть лучшее учреждение, и я амбициозно ставлю задачи создать еще более лучшее, то, конечно, я смотрю, что происходит там. Я стараюсь какие-то новые научные разработки, привлечение новых кадров, обязательные условия прогрессивного какого-то роста вуза. Поэтому я думаю, что это только на пользу. И если вот многие сейчас критикуют создание объединенных вузов в наших мегаполисах, то я думаю, в регионе это очень важно. Наши талантливые дети, мы все прекрасно понимаем, они пытаются получить хорошее образование, чтобы быть востребованным на рынке труда. И очень хочется предоставить это образование у нас здесь. Я думаю, с поставленными задачами мы справимся. Объединенный вуз действительно покажет высокую подготовку. Вы знаете, наш регион всегда славился тем, что мы готовим высококвалифицированные кадры. И учителя, и врачи, и журналисты. Посмотрите, среди наших всех сообществ есть вот те звезды, которые действительно обучались у нас в регионе. А потом ведь главное еще – это стремление самого студента. Вот совсем недавно было мероприятие, когда мы чествовали талантливую молодежь. Вы знаете, вот я с чувством восторга вошла в этот зал. Вот там сидели будущие наши ученые. И вот действительно тем детям, которые проявляют неординарные способности в каком-то направлении, в каком-то творчестве, в спорте, ведь обязательно нужно предоставить возможность получить хорошее образование. Ну, что греха таить? Ну, не каждый может уехать куда-то и там обучаться. Не у каждого материальные возможности. Было приятно, что во Всероссийской Олимпиаде, в региональном этапе Всероссийской Олимпиады победили ведь дети из села. Ведь это очень значимо. В этом году мы Олимпиаду пытались сделать более прозрачной и более объективной. Мы усилили контроль, мы, так скажем, усилили ответственность каждого, кто был и участником Олимпиады, и тех, кто оценивал результаты. Поэтому мы получили, в общем-то, неплохие результаты. И я надеюсь, что они будут высокими во Всероссийской Олимпиаде, которая будет проходить у нас в Российской Федерации. Кстати, что касается этой встречи губернатора с талантливой молодежью, в этом году заметили многие, что она прошла в новом формате. Ну, хотелось, чтобы это было не в узком кругу, когда только ребенок, который получает грант, видит другого ребенка. Нам хотелось совершенно другую цель поставить, и мы ее добились. Мы показали учащимся школ, вы, наверное, обратили внимание, там было очень много и призеров, и победителей Олимпиад, чтобы они понимали перспективу развития их таланта. Ну, знаете, вот талантливая молодежь, у кого-то талант, у кого-то усердие. И вот чтобы дать толчок этому усердию, стремлению к знанию, мы показали, к чему нужно стремиться и каких результатов нужно добиться. Потому что действительно, реально в нашем регионе, несмотря на вот эту сложную экономическую ситуацию, которая сейчас в Российской Федерации, мы же сохранили все стипендии, все гранты, которые были всегда. Поэтому этот приоритет поставлен губернатором. И мне очень приятно, вот я благодарю Вадима Владимировича Потомского, что он столько внимания уделяет именно молодежи, потому что он понимает, что это наше будущее. Ни один инвестор не пойдет в том регионе, где нет высококвалифицированных специалистов. Поэтому мы только, не только предоставляем, допустим, площади с коммуникациями, мы говорим, что мы готовим специалистов этих направлений, и мы готовы перестроиться. Как только какое-то производство в наш регион входит, я думаю, что опорный ВУЗ моментально разработает новые программы, и мы введем новые специальности, которые будут необходимы у нас. Где и как талантливая молодежь в каких конкурсах сможет себя проявить в этом году? Знаете, конкурсы, вот если посмотреть сайты различные, и Дворца пионеров нашего областного учреждения дополнительного образования, и просто Министерство образования, и вы знаете, информацию, которая поступает в школы, она бесконечна. Конкурсы, конкурсы, конкурсы. Школьная олимпиада еще. Школьная олимпиада это однозначно, потому что муниципальный этап Всероссийской олимпиады, он предполагает школьный этап. Поэтому, если в общей сложности посчитать, у нас, наверное, более 40, не наверное, а точно, более 40 тысяч учащихся приняли участие в муниципальном этапе. Все желающие, которые хотели попробовать свои силы, мы обязательно предоставили им такую возможность. Ну, вот 42 человека, которые стали победителями, это ребята, которые поедут на Всероссийский олимпиаду, на Всероссийский уровень, и покажут свои знания, уже сравнивая себя с другими регионами. Кстати, вот по опыту прошлых лет, как смотрятся наши ребята на федеральном уровне? Наши ребята смотрятся неплохо. Но, вы знаете, вот в этом году было одно «но», которое отметили все, кто проводил олимпиаду, все, кто знакомился с текстами олимпиады. Олимпиады, она была очень серьезной и очень сложной. Я понимаю, чтобы исключить, так скажем, попадание на Всероссийский этап, может быть, случайных детей, которые просто могут там что-то угадать. В общем-то, ужесточение было реальное. Поэтому я думаю, что те, кто приедет с победой, это будут не то, что наш там золотой потенциал, а платиновый потенциал нашего региона. Вот тогда за каждого этого победителя будут бороться наши вузы однозначно, и вузы Москвы. Потому что, вы знаете, есть практика, как только ведущие вузы федеральные видят результаты, например, ЕГЭ, а если учесть, что результаты ЕГЭ у нас становятся все более объективными, то моментально раздается и в школу звонок, и ищут родители, выходят, и приглашают с приоритетными условиями для наших выпускников места вот в этих федеральных вузах. Но я думаю, что мы должны просто-напросто, ну, во-первых, вы знаете, вот этот отток наших выпускников остановить. Ну, во-первых, сейчас есть такое понятие, что можно отучиться здесь и получить начальное высшее образование, скажем так, а в магистратуру уже поступить в какой-то другой вуз. Но я думаю, что как только ребенок поймет те условия, которые мы создадим, он останется у нас в регионе. И я очень на это надеюсь, потому что нельзя поднять малую родину без высококвалифицированных специалистов. И тем более, что у нас создаются все условия для того, чтобы увидеть талант, поддержать и материально, и словом, и одобрить вот то, что делает каждый из студентов, каждый из аспирантов, каждый из научных сотрудников, кто занимается действительно какими-то серьезными разработками. И вот на мероприятии вы обратили внимание, что там различные и занимающиеся селекции растений, и в онкологических каких-то исследованиях задействованы наши аспиранты. Поэтому у нас много талантливых детей. Их поддерживаем мы всегда. Их поддерживает правительство Орловской области. Их поддерживает каждый учитель, который видит росток таланта в ребенке и всеми силами пытается его развить. Поддерживает родитель, когда просто говорит приятное слово. Даже тем, что он просто обнимает своего ребенка и тоже толкает его на какие-то значимые свершения. Поэтому вот после этого праздника, значительного мероприятия у нас в регионе, я хочу поздравить всех, кто каким-то образом причастен к этому мероприятию. И хочу поблагодарить тех родителей, которые действительно ночью не спят и растят этот талант. Учителей, которые, видя его, развивают. Преподаватели вузов, которые замечают вот этот маленький росточек, который приходит из школы и дают возможность заняться действительно серьезной научной работой. Поэтому все мы за то, чтобы наш регион процветал, чтобы работали промышленные предприятия, чтобы подготовить удивительных специалистов, добрых, внимательных и знающих. Талантам еще надо и отдыхать. Впереди летние каникулы. Вы наверняка уже позаботились о том, как пройдет летний отдых наших детей. Какие же у нас планы? Ну, совершенно верно. Планы у нас грандиозные, как всегда. Мы тоже хотим отправить в этом году детей на Черное море. Единственное, конечно, у нас немножечко уменьшилась квота в Артек Орленок. В прошлом году у нас, как никогда, было большое количество. Кстати, вот начествование талантливой молодежи, когда давали грамоты и дипломы детям, победителям Олимпиад, очень много было знакомых фамилий. Они уже были в Артеке в прошлом летом. То есть мы постарались поддержать их в этом. Видите, какие замечательные результаты они после отдыха в Артеке выдали нам на различных конкурсах. Ну, Крым будет. Мы приоритет отдаем детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Система подготовки пригородных лагерей, когда она стартаёт? А пригородные лагеря у нас уже в апреле будут стартовать. Ну, у нас сохранена система лагерей. Сейчас мы работаем над тем, чтобы разработать профильные смены, чтобы ребёнку было интересно. Рассматриваем вопрос, может быть, мы сделаем, допустим, какие-то смены одного возраста, чтобы можно было ориентировать мероприятие на определённую группу детей. Но обязательно будет и профилактика дорожно-транспортного травматизма, и противодействие терроризму, вопросы подниматься. То есть, чтобы летний период не прошёл даром у ребёнка, мы будем напоминать ему всё то, что ему понадобится в дальнейшей жизни. Очень мы благодарны нашей епархии. Священнослужители выезжают и несут доброе слово каждому нашему ребёнку. Я думаю, что тоже это не помешает. Милосердие, толерантность и все качества, которые были присущи русскому человеку, мы пытаемся опять их найти, развить. Ну и, наверное, способствовать тому, чтобы каждому было в классе комфортно, тепло, чтобы дети умели дружить, чтобы дети умели учиться, ну, чтобы ощущали себя детьми. Спасибо вам огромное за беседу. Спасибо. Это была программа «Первое правительство». Все наши выпуски можно посмотреть на сайте obladin.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова